здравствуйте уважаемые подписчики канала дом и сад home garden приветствую вас я анна и сегодня мы поговорим о том что мы можем посадить в июле пожалуйста не забывайте подписываться на наши группы в социальных сетях контакте в инстаграме а также на наш канал и нажать на колокольчик чтобы получать уведомления о наших новых видео и так дачникам чтобы собрать максимальный урожай со своей небольшой площади приходится выкручиваться по-разному одни делают двухъярусные грядки другие чтобы добиться скорого цветения стараются выращивать культуры из рассады третье выращивают сорта овощей с разными сроками созревания эти методы хороши но есть еще один сажать второе поколение огородных и цветочных культур в июле можно сажать практически все зелень и овощи многолетники цветы и так какую зелень мы можем посадить первое это укроп эту зелень можно сеять каждые две недели до конца лета место для культуры выбирают хорошо освещенная почву богатую на питательные вещества и рыхлую укроп быстрее взойдет из семена перед посевом замочить в воду на два-три дня меняю на свежую через пять-семь часов другие непосредственно перед посевом ошпаривают семена горячей водой выдерживая минут 20 популярными сортами укропа удачников являются раннеспелые то грибовские гренадер дальний ретут среднеспелый зонтик амазон лесногорский решелье и позднеспелый алликатор узоры буян и барей также вы можете посадить салаты для июльской посадки подходят не все сорта салатов поэтому следует внимательно подойти к выбору нужной зелени например сорта кресола тамура весенние рукула спартак и пасьянс шпинат годри и матадор петрушка эсмеральда сахарная глория лук-порей коламбус вес хобот слона качанного салата амулет цезарь полина листового салата или нас ботания тореда вся зелень предпочитает расти на нормальных покислотности щелочных грунтах не выносит кислое оптимальная дневная температура 20 градусов хотя многое многое из перечисленной зелени является очень холодостойкой высаживать салаты для второго урожая лучше всего после капусты огурцов томатов лук лука бобовых картошки так теперь перейдем к овощам какие же овощи мы можем посадить конечно же это корнеплоды и первая из них это редька специалисты советуют в июле высаживать дайкон китайские или японские сорта большой бык дракон дубинушка клык слона они отлично будут расти после огурцов и никогда не сеют редьку после капусты с редисом поскольку у них идентичные вредители и большого урожая вырастить не удастся также прекрасно вы можете в июле посадить редис он хорошо растет в тенистом месте на рыхлых легких влажных грунтах семена как мы говорили уже замачивают до посева и лучшие сорта для посева это кармен белые ночи фараон лидия ссора светлячок красное солнышко розово-красность белым лучшие предшественники редиса это лук но можно сеять между рядик земляники и клубники конечно же в июле вы можете еще посадить свеклу для быстрого созревания рекомендуется высаживать рассаду свеклы на узкие грядки чтобы воздух и тепло беспрепятственно проникали корнеплодом раннеспелые сорта советуют сажать такие как египетские холодостойкие 19 винегретная мармелад калибера их стараются лучше высаживать после картофеля огурца лука озимой пшеницы допустимые предшественники свеклы это горох и томат также в июле вы все еще можете посадить огурцы если у вас достаточно теплая осень значит высаживать также рекомендуется раннеспелые сорта потому что их вегетационный период меньше 55 дней как раз к началу сентября можно будет собрать новый урожай подойдут такие сорта как муромский 36 герман f1 апрельский f1 алтайский ранее другие лучшие предшественники летних огурцов это горох бобовые капуста томаты картофель допустимые предшественники это зелень а также свекла второй урожай бобовых можно также получить если посадить их в июле это горох фасоль бабу бабы если опять же тщательно подойти к выбору сортов и предварительно замочить также семена бобовых на 12 на 11 12 часов в стимуляторах роста ранние сорта горох грезы пионер амброзия кузнечик у фасоли это коровка инга у бобов вид рода вика белорусский вид зорский бобовые хорошо растут после капусты земляники огурцов и картофеля допустимо их высаживать после зелени или томатов но настоятельно не рекомендуется сеять после многолетних трав также вы можете посадить многою многолетние июльские культуры какие многолетние культуры это лук шнит лук душистый батун щавель ревень травы которые легко приживутся в открытом грунте для культур подбирают участок не затоплены осенними дождями весенними паводками лучшие предшественники многолетников это картофель огурцы ранний горох летняя редька укроп выбирают сорта у которых к осени уже способны сформироваться розетки из листьев ну конечно же нельзя не сказать о щавели щавели вы тоже можете спокойно посадить в июле почвы для посева подойдут легкие дренированные хорошо освещенные ли в полутени без попадания прямых солнечных лучей лучшие сорта для посадки именно щавели это бельвийский шпинатный одесский и широколистный что касается других многолетних культур то у ревени это сорта московский крупный черешковый малахит у лука батун это русский зимний уэльский лук ушнит лука розовый к 1669 сибирский к 1670 у лука душистого это ароматный знахарь и каприз лук рекомендуется именно вот этот виды луков рекомендую рекомендуется высаживать после сидиратов огурцов бобовых ранее картофеля можно даже после томатов свеклы либо капусты ревень после капусты трав огурцов и картофеля ну и конечно перейдем к цветам нашим любимым цветам в июле вы можете посадить огромное количество цветов особенно если вы их вырастили из рассады из многолетников это лилии колокольчики незабудки цикламены флоксы лилейники тысячелистники из однолетних если вы рассады подчеркну посадили это бархатцы агератум немофилы гипсофила вербена дельфиниум клещевина арункус то есть огромное количество цветов и двухлетники это анютина глазки маргаритки возможно еще на рынках вы можете купить рассаду и спокойно ее высаживайте все будет отлично больше всего подходят конечно же двухлетней культуры однолетники как я сказала только рассадой для оформления микс бордеров или модульных цветников подойдут однолетние цветы пока практически все однолетники предпочитают расти на солнце вот многолетние некоторые двухлетние растения в этом году еще если вы посадите они могут не цвести но зато у них прекрасно разовьется корневая система несмотря на более короткий вегетационный период все растения которые вы посадите в июле они дадут прекрасный урожай и будут вас очень сильно радовать главное правило июльской посадки овощей зелени цветов это правильно подходите к выбору семян и конечно подготовка семян тоже имеет стимуляторах роста если вы замочите их будет все великолепно вот пожалуй и вся информация информации достаточно много мы старались пожалуйста не забывайте подписываться на наш канал ставьте лайки комментируйте пожалуйста напишите что мы сказали правильно что неправильно ну а я прощаюсь с вами желаю вам здоровья счастья получаете удовольствие от вашей любимой дачи и до новых встреч